Ну что, пришло время лета, некоторые школьники уже довольны, вместо уроков сидят и играют в фортнайте, там не знаю, во что вы любите рубиться, а других школьников ожидает самое, наверное, сложное и пугающее событие. Готовы насчёт три это сказать? Раз, два, три! ИГЭ! А мы его тоже сдавали, и мы сегодня об этом можем рассказать! Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал На Пару! Сегодня мы будем разговаривать о трёх самых страшных буквах для любого школьника вообще. Этим вас пугали, мне кажется, с первого класса. Я пытался ЕГЭ, я понял, что у меня не в ту сторону. Этим вас пугали, вы не бойтесь, это не конец света. И при этом также не верьте друзьям, которые говорят, ПТУ это тоже университет. Ладно, это все тупые шутки. Сегодня мы расскажем, как мы сдавали ЕГЭ. Мы сдавали ЕГЭ, правда, давно, в 2011 году. Это было уж так давно, кошмар. Ты представляешь, наверное, скоро у нас на канале будут подписчики с того года. Я сдавала ЕГЭ по четырем предметам. По русскому математике, так как они обязательны. Ну и еще по представлению и истории. А у меня вместо истории, то есть тот же самый набор, был английский. Ну, каждый сдавал то, что любит в итоге. Тогда казалось, что ЕГЭ это самое страшное, что вообще будет в жизни. Потому что так им сращали, рассказывали, что если ты не сдашь, у тебя в жизни ничего не будет. Ты будешь уборщиком, дворником и тому подобные вещи. Но это все закончат. И сейчас, мне кажется, было так легко и просто. Ну, а скажу по себе, я вообще не переживал ни перед одним из экзаменов. Я, если честно, наверное, не думал о будущем. Но и как-то, мне кажется, нервы не помогут сдать. Мы сегодня специально, чтобы вам было проще это наблюдать, поделили на три категории. Подготовка, самоздача с разными прикольными историями. А таковые тоже были. И результаты. Мы тоже поделимся. Я точных цифр не помню. То есть, грубо говоря, 62 или 63. Я думаю, это не принципиально. Но в сути вы поймете наших результатов. И давайте ради интереса посчитаем, сколько вас тем, кому сейчас предстоит ЕГЭ. Влепите ролику лайк. И будем понимать, сколько из вас будет научиться этим летом, а сколько. Да, я уверен, зная тебя. Готовилась чуть ли не с репетиторами. Учила, практиковала. По книжечке сдавала 10 раз один и тот же экзамен с разными ответами. В самом деле нет. Нет. Я вообще не очень люблю решать однотипные вопросы. Кстати, в чем особенность основная ЕГЭ, что там все безумно однотипно. В частности, например, по математике, если ты умеешь решать примеры одного типа, в ЕГЭ просто меняются цифры другие. А смысл остается. По русскому языку, конечно, сложнее. Я занималась только по обществознанию с репетитором. И то потому, что я очень любила этого преподавателя. Историю я сдала сама, вообще без подготовки. Я читала с удовольствием сама книги, мне это нравилось. Ну, а русский математикам просто приходилось сдавать, знать. Кстати, русский язык это единственное, где я пыталась решать всякие тесты подготовки. Но мне казалось, что у меня ничего не получается. Каждый раз, когда я ходила на сочинение, я психовала и закрывала. Самое главное было для меня просто набрать проходной балл. Потому что, правда, очень стрессово. Ну, а как я готовился? Правильно. Никак. Единственное, что я вам скажу в этом этапе, что важно. Когда мы сдавали пробники по русскому языку, их, по-моему, сдавали осенью, да, как раз. Чтобы потом как раз было время подготовиться и исправить свои ошибки. Как бы выучить свои слабые места. Я сдал русский на 2. Ну, на 2 я имею ввиду оценку. Не 2 балла, а на 2 оценку. И преподавательница по-русскому. Она была безумная феминистка, которая ненавидела своих мужчин. Потому что ее муж был безработным, геймером. И она единственное пахала, ну, еще бы ненавидеть. И она сказала, что ты не сдашь, и у тебя будет 2, и все, твоя жизнь пойдет к черту. Что было дальше, вы узнаете после рекламной паузы. Ну, ладно, мы не телевидение, у нас реклам нет. Вообще, половина моих одноклассников занималась репетиторами. Причем в МГУ и тому подобных заведениях. И сдали очень плохо. Поэтому, мне кажется, это вообще не показатель ничего. Если ты сам не знаешь и ничего не делаешь, то ты не сдашь. И, ну, лично мое мнение, ЕГЭ уже устарело. И оно вообще не показывает знания. Конечно, оно банально заезженное мнение. Но я правда так считаю. Ты что думаешь? Я вообще считаю, что многие предметы и знания, которые дает школа, они настолько устаревшие и бесполезные, что про ЕГЭ я уж вообще молчу. То есть, много из этого надо менять. Вообще, систему надо эту менять. Кстати, когда мы поступали вот в том далеком лохматом в 2011 году, для поступления в университет нужно было только ЕГЭ. Но потом уже вели экзамены дополнительные. А ты сдаешь ЕГЭ и потом еще? Еще и экзамены, да. О, а потом еще 4 года преподавателем. Теперь к самой сдаче ЕГЭ. Это проходило летом. И знаете, вот этот период между концом обучения и летом и самими ЕГЭ очень забавный. Потому что вроде ты уже хочешь ходить гулять, играть там в футбольчик, с друзьями тусоваться. А с другой стороны все такие, прости, Максим, я не могу. У меня там через неделю математика, я готовлюсь, прохожу 115-й сэмпл. Странное было ощущение, потому что я этого не делал, я уже играл и гулял. Что я могу сказать сразу. Даже тогда, в те времена, когда не было таких супер продвинутых технологий, всяких айрподсов, которыми можно удобно списывать или аппл-вотч, все равно народ списывал. Книжки лежали в туалетах, шпаргалки были приклеены под столами, вот здесь вот на ногах под юбкой девушки. Кто-то просто втихую звонил, и такие тоже были. Если честно, вот за все 4 экзамена я не помню, чтобы нас кого-то вызвали. Потом с этим я слышал, что стало строже. Но у нас не выгоняли никого, даже предупреждений не было, всех пугали. А одна из преподавательниц вообще сказала, что, типа, вы там аккуратно, просто не наглеите. Типа, у нас было так, не знаю, как у других, но сейчас с этим строже. Я знаю, что прям шугая, там, чуть ли не ты засунул руку под парту, все, сразу уходить, даже разбираться не будем. Ну, кстати, если вы не знаете, то экзамены ЕГЭ сдаются в другой школе, не ваше, чтобы специально не было знакомых преподавателей, они вам не помогали. Но я знаю случаи, когда договаривались с теми преподавателями. Знаешь, типа, русичка из одной школы звонит другой. Или, например, получалось так, что ты занимался аппетитством в другой школе, и это твой учитель, и они давали ответы, закрывали классы на замок, что все списывали, разные были истории. Когда мы сдавали историю, заходишь в туалет, а там просто везде все запито учебниками, атласами разными, все звонят. И причем стояли глушилки, где-то стояли преподаватели, которые должны были контролировать, и всем было все равно. Я вам расскажу маленький секрет, возможно, вы об этом не думаете, что это ЕГЭ настолько же страшно для вас, как для преподавателей, потому что, если, допустим, у преподавателя по математике его класс плохо сдаст ЕГЭ, ему будет больше проблем, чем вам, поверьте. Давай честно, положа руку на сердце. Ты списывала? Да. Я нет. Я списывала. А что ты списывала? Как списывала? Я списывала формулы по математике. Вообще, экзамен по математике был отвратительный. Меня посадили на первую парту перед преподавателем. Мне попался билет, в который, мне кажется, я половину не знала. Но плюс ко всему, у меня безумно болел живот. Я раз в пять выходила в туалет, мне уже все спрашивали, там, ты списываешь или что? Я хотела просто быстрее написать и уйти. Я первая вылетела с кабинета и сдала все. И поэтому, я когда вот выходила, я посмотрела формулы. Но формула, скажем так, это не решение, потому что, многие знают, формула им это не помогает. Вот эти вот проблемы с синусами, косинусами, тангенсами, у меня вечные были лизопары. Я не понимала, что к чему. Да, и здесь подсматривалась. И еще скажу один маленький факт, который, наверное, до самых разумных из вас уже дошел, что это все потом не пригодится. Вот знайте это, просто знайте. Причем, не важно, ютюбер вы или работаете ось, не пригодится. Но самое ужасное в том, что половина знаний университета вам тоже не пригодится. Я бы сказал, даже не половину, но это уже история для отдельных роликов. Давай перейдем к самому интересному результату. Давай по порядку, русский. 68, по-моему, или 70. 72. Но у меня здесь, конечно, все было гораздо эпичнее. Я говорил, что на подготовительном я сдал на 2, а учительница мне по-русскому, которая меня не любила, сказала, все, тебе хана, ты не сдашь. Я прихожу, сдаю на свои законные 58, ухожу, прихожу через несколько дней после объявления результата в школу, вижу просто офигевшее лицо этой учительницы, когда она увидела, что я сдал, и еще и сдал неплохо. Чтобы вы понимали, 58 тогда это было не как сейчас 58, там другая система оценивания была, 45 это был проходной. В общем, неважно. И тут у меня, знаете, такое прям ЧСВ включилось, и я не удержался, показал ей один великий жест, вот прям вот так вот. И довольный пошел. И больше я ее не видел. Ну, математика, как вы поняли, я не очень хорошо знала, не очень хорошо сдала. Кажется, у меня как раз таки будет уже 58 баллов по математике, 60. У меня меньше. У меня есть оправдание, точнее, не оправдание, я ленился, начиная с 10 класса, 9-10 класса, когда появились как раз эти все сложные формулы. Да, да, интегралы. Суперсложные, да, вот эта фигня, я это забивал, и поэтому я просто этого не знал. И моей задачей было просто сдать. И я сдал. Там было около 50-48 баллов, что-то такое у меня. Нормально. Но я даже не пытался, чтобы вы понимали, делать все сложные задания. Я сделал базовые, плюс несколько дополнительных, и спокойно, с чистой совестью ушел. А я тоже не стала всю часть С решать, потому что там большие сложные примеры, из-за того времени на них надо потратить. Я решила, что у меня хватит Бэш, пару там С1, С2, самый популярный решение, и все. Общество знания создало очень хорошо, потому что это интересный все-таки предмет. Плюс там еще даже, если ты не знаешь чего-то, логика включается, ты будешь сдать. Да, 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 я только так и сдавал. Семьдесят восемь или восемьдесят у меня было по обществознанию. Я одна из лучших классов сдала его. Мне пришлось сдавать обществознание, потому что в мой университет это требовалось. Я обществознание не учил, скажу честно. Не особо любил, хотя этот предмет, на самом деле, немного дополезный, в отличие от многих других. И я сдавал чисто на интуиции. Знаешь, я смотрел, там показывают какой-нибудь прокодексы, вопросы. Ну так, что из этого логичнее? Если бы я был правителем, что бы я сделал? Вот это. Слушай, я набрал шестьдесят баллов. Красавчик. Логикой. Но единственное, что я сдал хорошо, это английский. А я историю. Вот так и получается, то, что ты любишь, ты в итоге лучше всего и сдаешь. Историю дала на восемьдесят восемь, что ли? Я больше. Ты больше? Больше. Причем, знаешь, что самое обидное? У меня был шанс сдать на сто. Но был косяк в том, что, опять же, это были, казалось бы, это было всего там, сколько, семь-восемь лет назад. Но технологии были совершенно уродские. И нам включали аудио-часть на магнитофоне. Ну, вообще, даже тогда магнитофон это было странно. Но все равно включали на нем с какого-то долбаного диска. И ничего слышно не было. Я вам клянусь, вот готов положить руку на сердце, я набрал девяносто шесть баллов. И я сделал одну ошибку в части по листнингу. Я просто не услышал. И самое, что забавное, практически никто в зале не услышал. Я сидел на втором ряду и не услышал. Представляешь, какого было на четвертом? Да, да. Нас слушали, когда вы какого-то диска выжаловали. И все прослушали этот кусок. И прям хором говорит, нам не слышно. Он говорит, я не имею права включить второй раз. Он говорит, ну, просто не слышно. И вообще, не то, что мы не понимаем, не можем разобраться или выключить правильный цвет. Не слышно. Ну, вот видите, от вас ничего не зависящие вещи. Ну, и я очень быстро сделал, чтобы ты понимала. Там, по-моему, давалось по три часа что-то такое, да, на ЕГЭ? Я через час ушел. Пока было время между двумя, допустим, дисками, пока она их переключала, я решал другие задания. Уже, то есть, я ушел через час и сдал так хорошо. Но это единственное, что я знал. Ну, вообще, конечно, очень обидно, что проверяет ЕГЭ также живые люди. И все очень субъективно. Была история с моей одноклассницей, которая проб на ЕГЭ сдавала на 96 бал, 98. А когда узнаешь до настоящего ЕГЭ, она отдала на 60. Сделала ошибки? Нет. Всем не понравилось ее сочинение. Она вообще тебе неправильно раскрыла мысли. Мне кажется, сочинение это как песня. Это такая субъективщина тоже. Да, и вот эти, приведите два примера с какого-то произведения. И все, причем, там, с классических надо. А есть современные книги, уже не так котируются. Да, знаешь, вот тоже, я понимаю, изложение, это правильно, как ты понял, историю излагать. А сочинение, это субъективщина, но нельзя это оценивать адекватно. Это же как книги. Все же книги пишут по-разному. Всех разные стили написания, изложения, вообще восприятия мира. Поэтому. Не переживайте, ЕГЭ это не конец света. Хотя, если вы не сдадите, конечно, проблем у вас будет много, но не переживайте. Но вы можете передать в следующем году. Или стать блогером. Поэтому мы хотим пожелать удачи всем, кто сдает в этом году ЕГЭ. Не переживайте, у вас все получится, мы у вас верим. Ну а те, кто в итоге не сдадут, вы тоже не переживайте. Есть следующий год. Напишите в комментариях, кто сейчас сдает и какие предметы. Наверняка есть какие-то такие, знаете, индивидуалы, кто сдает физику и химию. Я вообще слышу, как за литературу, это жесть. Это просто дико, максимальный респект вам, мы бы точно не смогли. Хотя она сдавала историю, по мне это тоже такая же просто сложнейшая штука. Ну а вы не забывайте ставить лайки, подписывать, нажимать на колокольчик. Ну и конечно, оставайтесь с нами на пару веселей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok